Всего в Сочи проживают более 5300 семей, воспитывающих трех и более детей. Город старается оказывать им всестороннюю поддержку. Это такие формы поддержки, как выделение путевок в детские сады на первоочередной основе для многодетных семей. Вот в прошлом году около тысячи деток из многодетных семей в первоочередном порядке получили путевки в детские сады города Сочи. Также в музеи, парки, кинотеатры, концертные залы выделяют бесплатные билеты. От семей поступают предложения по развитию тех или иных программ. И на совете все они рассматриваются. Сейчас многодетные семьи Сочи объединены по районам. Созданы группы в социальных сетях. В ближайшее время планируется зарегистрировать общественную организацию многодетных мам курорта. Идет оформление документов. Появится и специальный сайт. Было бы неплохо создать такой ресурс, к которому бы имели доступ все, потому что те же группы в WhatsApp ограничены по количеству участников. Но у нас есть плюс. У нас есть группа многодетных мам Центрального района, Адлерского района. И вот эта информация, она достаточно быстро распространяется в среде. Одно из самых важных направлений – это выделение участков для индивидуального жилищного строительства. За прошлый год было выделено 175 участков. И эта работа будет продолжена. Сейчас рассматриваются вопросы, связанные с возможностью перевода земли из федеральной в муниципальную собственность для последующей ее передачи многодетным. Решаются вопросы и с благоустройством территории, которые уже были выделены. Так, в 2016 году 97 семей получили участки в микрорайоне Кудепста. Но приступить к строительству домов не могут, так как дорога к наделам идет через реку. Рядом в микрорайоне Искра планируется строительство жилого массива с размещением там детского сада, школы, всей необходимой инфраструктуры. В связи с этим по инициативе главы Сочи Анатолия Пахомова заключен договор комплексного освоения территории. Он включает в том числе и строительство автомобильного моста и дороги, ведущие к участкам, выделенных многодетным. После утверждения данного проекта планировки данного микрорайона администрация будет направлена в течение 30-дневного срока договор на подписание инвестору с дорожной картой по реализации данного проекта. В целом воплотить проект в жизнь планируется в течение двух лет. Мост будет автомобильный, двусторонний. Дорога современного класса, соединяющая микрорайон с федеральной трассой, позволит разгрузить трафик и улучшить инвестиционную привлекательность территории.